Вот видите, шумит водопад, к которому мы сейчас подходим. В начале августа он шумел совершенно по-другому, потому что было все завалено мусором. И это приглушало звук водопада. Река Пивоварка, точнее один из ее притоков. Совсем рядом Павловский тракт. Вот где спрятался водопад. Таким в начале августа его обнаружили братья Аверьяновы. К тому времени они уже прославились тем, что испытали на другой реке, Барнаулке, специальную сеть для сбора мусора. В начале мы хотели, конечно, почистить Барнаулку. Там установлена наша установка, и планы были на это. Но когда начали свою деятельность по изучению территорий, нам в сообщество обратилась наша подписчица и выслала фотографии вот этого места. И сказала, есть у нас такое прекрасное место, но оно находится в плачевном состоянии. Мусор собирали буквально руками и вывозили за свой счет. Признаются, некоторые местные жители даже пытались мешать уборке. Видимо, так полюбилась им эта бесплатная, несанкционированная свалка. Очень много, конечно, людей кидают в речку мусора. Очень много. Это вот выше, туда я поднимался, там оптовые базы, частный сектор. То есть очень много. И сливают, и кидают. Сейчас в их команде десятки волонтеров самых разных возрастов. Приезжают сюда два раза в неделю как на работу. И от новых помощников не откажутся. Наш город, он состоит именно из таких мелочей. И тот факт, что у нас есть водопад, это уже на самом деле очень замечательно и превосходно. Поэтому начнем с него, а дальше будем шагать дальше. Этот водопад появился одновременно с Алтайской железной дорогой. То есть сто с небольшим лет тому назад. Он, конечно, искусственного происхождения, но от этого, согласитесь, не менее настоящий и, конечно, не менее красивый. Особенно теперь. Волонтеры мечтают проложить сюда экологическую тропу. Правда, до этого им придется вынести отсюда еще, наверное, не одну тонну мусора. В самых ближайших планах максимально очистить и по возможности благоустроить территорию вокруг водопада. А затем пойти выше по течению. Ведь при первом же паводке сюда снова принесет новые отходы. Впрочем, активисты надеются, что их работа не пройдет бесследно и сами барнаульцы, оценив их усилия, перестанут загрязнять маленькую, но по-своему красивую барнаульскую речку-пивоварку. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.